ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! После событий, рассказанных в первом видео, черед пришел для самой важной для развития серии GTA игры под названием Grand Theft Auto 3. Игры, которая перевернула представление о видеоиграх у огромного числа геймеров. Игры, которая в 2001 году взорвала мировой геймдев и направила серию GTA в нужное русло. Игры, которая стала самой прорывной и скандальной на тот момент. Итак, как уже сказано ранее, на дворе 2001 год. Минул один год, как Sony выпустила на рынок свою самую успешную консоль PlayStation 2. И как раз для этой консоли, DMA допиливает свой хит GTA 3. Дэйв Джонс больше не у руля франшизы. Его место заняли Дэн и Сэм... Нет, не братья Винчестеры, конечно, хотя я чуть не сказал. Так вот, во главе стола теперь сидели Дэн и Сэм Хаузеры. Долгое время их имена никому ничего не будут говорить, но именно им удалось сделать GTA такой, какой мы все ее любим. Двое братьев, которые не воплотив мечту стать рок-музыкантами, таки стали рок-звездами, создав одну из самых успешных компаний-игроделов Rockstar Games. В надежде стать музыкантами, братья отправляются учиться в Школу Святого Павла в Лондоне, где встречают будущего сооснователя, Rockstar Терри Донована. Всех троих музыкальная карьера приведет в BMG Music. Позже Дэн присоединится в BMG Interactive, которая впоследствии купит Take-Two, в рамках которой и будет придумана Rockstar Games. С этого момента братья становятся ключевыми игроками в создании линейки игр GTA, которую после выпуска третьей позже вошли GTA Vice City и GTA San Andreas. Несколько консольных эксклюзивов, а также четвертая и пятая часть серии. Сэм стал исполнительным продюсером тогда как Дэн сценаристом, и его идеи как нельзя лучше воспели дух этой игры. Стоит упомянуть, что Дэн работал также и над миссиями в GTA 1 и GTA 2, а Сэм продюсировал почти все известные проекты Rockstar, включая такие успешные как Bully, Manhunt, Red Dead Redemption и Max Payne. И вот, в октябре 2001 года GTA 3 появляется на PlayStation 2. К маю 2002 года она перебирается на ПК, а к ноябрю 2003 года дотягивается липкими щупальцами и до Xbox. В 2011 году в честь празднования десятилетия игра вышла на сенсорных мобильных устройствах iOS и Android. Успех игры был феноменальный. Собрав все возможные награды игра продалась в более 12 миллионов копий. Это был прорыв. Так началась новая эпоха в серии. Перейдя в полное 3D, игра обрела новую жизнь, заиграла свежими красками. Довольно таки большой Liberty City, город свободы, являющийся игровым аватаром Нью-Йорка, поражал на тот момент своей реалистичностью. Даже тех, кто в общем-то был далек от мира видеоигр. Жизнь в нем кипела ежесекундно. Толпы слоняющегося туда-сюда разношерстного людо, оживленный автомобильный трафик, динамическая смена погоды и времени суток и отличная подборка радиостанций, вещающих нон-стоп. В третьей части впервые в серии появился сюжет со скриптовыми событиями и отлично сделанными на тот момент роликами между миссиями. Интересно, что братья не решались давать имя своему главному персонажу, так как боялись, что игроки не смогут отождествлять себя с ним. Итак, за всю игру имя главного героя не прозвучало, зато неожиданно всплыло в одной из следующих частей GTA San Andreas. Не поверите, его звали Клод. Ну же, вспоминайте прошлую серию нашего видео GTA 2. Клод спит. В будущем это создало огромный плацдарм для слухов и домыслов фанатов. Ну а почему бы и нет? Ведь хронология в сюжете игр серии этому никак не препятствовала. Однако, стоит отметить, что по воле сценаристов, кроме своей безымянности, персонаж GTA 3 был отпетым молчуном. Кратковременное появление Клода в сюжете GTA San Andreas практически не оставляет сомнений, что Клод немой. Задавшись целью, мы разыскали нужный момент в игре. Согласитесь, этот факт несколько затрудняет его связь с героем второй части. Хотя, наш дорогой Сидоджи парень горячий мог и приукрасить. В этом случае правды мы никогда не узнаем. Помимо основного сюжета в игре появилась масса способов скоротать время и заработать. Стали доступны миссии блюстителя порядка, таксиста, парамедика и пожарного. Не отличающиеся разнообразием, но приносящие все более ощутимую прибыль с каждым уровнем. Не шуточные страсти общественности породила игровая возможность поправить здоровье персонажа в приятной компании представительниц древнейшей профессии. Ха! А как же миссии ярости? Где за отведенное время игроку тем или иным способом нужно было уничтожить как можно больше прохожих. И, наконец, нельзя не упомянуть весьма неоднозначную фишку игры, ставшую традиционной для серии GTA – поиск спрятанных предметов. По всему городу в самых неожиданных местах были раскиданы одинаковые свертки с чем-то… явно незаконным, учитывая сеттинг игры. За нахождение свертка персонажу давалось немного денег, а после каждой десятой находки возле убежища рос и полнился доступный в любое время арсенал оружия. Если не брать эти бонусы во внимание, поиск предметов ни на что в игре не влиял, а потому мало кто из игроков мог похвастаться, что собрал их все. Ой, да никто их никогда не собирал. А чем ты? Хм, я собирал. А, понятно. И, кстати, да, убежище. У игрока появилось несколько мест на карте, где он мог сохранить свой прогресс и понравившийся автомобиль. Эта игровая механика просуществовала вплоть до четвертой части игры. Во время сохранения в игре проходило 6 часов. То есть нам как бы показывали, что персонаж не робот. Ему тоже нужно спать. Этот вроде бы не столь заметный режиссерский ход используется разработчиками до сих пор, становясь все более натуралистичным, обрастая анимацией. Не удивлюсь и буду рад, если в одной из будущих игр серии персонажу начнут сниться сны. Выполнили, скажем, в виде линии игры или крошечного видеосюжета. В игре появился первый и пока что единственный самолет, в который можно было залезть и полетать над городом, хотя и сделать это было проблематично. Управление он ни черта не слушался. И еще несколько лодок и, да, метро. Город был поделен на три больших острова, доступ к которым открывался по мере прохождения сюжета. И, опять же, идея поэтапного доступа к районам города до того, видно, понравилась разработчикам, что ее стали пихать в каждую игру серии. Вплоть до пятой, где ее необходимость в столь явном виде отпала сама собой. Просто город станет настолько большим и живым, что на его изучение потребуются часы, дни, так черту, недели игры, в которые игрок сам станет волен выбирать с чего начать. Бонусом для фанатов в GTA 3 была оставлена возможность включить старый добрый вид с высоты птичьего полета. В преддверии выхода игры Rockstar открыла специальный сайт в виде газеты под названием Liberty 3. Где знакомила игроков с сеттингом в виде поступающих новостей и выкладывала скриншоты игры в виде фотографий к этим самым новостям. На этот сайт по-прежнему можно зайти. Ссылка в описании. Для озвучки игровых персонажей впервые были привлечены голливудские звезды, такие как Майкл Мэтсон, Фрэнк Винсент, Джо Пантелиано и Майкл Рапопор. Пусть они и не первой величины, но все же актеры с именами. Несмотря на то, что среди игр так называемого третьего поколения GTA, наряду с Vice City и San Andreas, GTA 3 является самой старой игрой. На ПК она является и самой требовательной к железу, хотя все три вышеназванные использовали один и тот же движок. И именно версия для ПК получила куда более долгую жизнь в сравнении с консольными, а послужило тому наличие огромного множества пользовательских модификаций. Имели даже место попытки создания мода добавляющего в игру мультиплеер, хоть и не особо стабильный. Из-за терактов 11 сентября 2001 года GTA, как и множество других игр, неминуемо попала под беспощадный каток цензуры. Хотя и избежала кардинальных изменений. Привычная для Нью-Йорка синебелая расцветка полицейских машин была заменена на черно-белую, характерную для полиции Лос-Анджелеса. Из игры был вычеркнут один особо агрессивный персонаж, Даркел, который жаждал разрушить экономику города с помощью терактов. Именно он должен был давать игроку миссии ярости. Для экстремиста уже была готова озвучка и имелись упоминания о нем в мануале, но, к счастью или сожалению, игроки его так и не увидели. Не сладко пришлось и тому самому единственному самолету в игре, кукурузнику Додо, которому цензура, образно выражаясь, подрезала крылья. Образно? Ты какой образно? Ты на крылья посмотрел? И правда. Управлять им было невыносимо. Версии для PS2 убрали возможность отстреливать людям конечности, и активировать ее можно было только чит-кодом. Благодаря цензуре в игре нет детей и стариков-инвалидов, а среди доступного транспорта не встретить школьный автобус. Гонения на игру начались с первых ее дней и продолжались очень долго. Достаточно для того, чтобы целый ряд политиков, адвокатов и общественных деятелей сделали карьеру на ее критике и призывов к запрету серии. Со всех сторон сыпались заявления вроде Чему хорошему может научить моего ребенка компьютерная игра, в которой мое золото ассоциирует себя с мерзавцем, социопатом? Тем не менее, игра выстояла натиск, чтобы породить целый жанр, кучу подражателей и достойных сиквелов. По скрипту. Как видите, о GTA 3 можно говорить много и долго, ведь она того стоит. Мы нарочно решили не останавливаться на описании художественных действий игры, а посвятить этому отдельный цикл видеосюжетов, в которых расскажем вам все по порядку, объединив события в хронологическую цепочку. Но об этом немного позднее. Ибо следующее наше видео посвящено игре, где на солнечных пляжах Флориды кровь наркобаронов льется под звуки глэм-рока и хэви-металла, а цветы взрывов распускаются среди пальм и яркой неоновой рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok